Всем здорово дорогие друзья, с вами как всегда Ник, мы продолжаем играть с вами в различные андроид игрушки и возвращаемся в бункер 21. Собственно сегодня мы продолжим с вами проходить у бункера присутствие про дневник Максима, я не знаю сколько будет длиться вообще в целом это... Блин, дурацкая реклама сразу же при записи, я не знаю сколько у нас будет длиться именно эта дополнительная глава по своей сути, но у нас есть ломик, у нас есть отвертка и у нас есть враги. Единственное, что я надеюсь, что здесь не будет... Я вообще не знаю имеет ли смысл мне их убивать, потому что по патронам у меня не так все хорошо как хотелось бы. А, да, тут даже вот эта сволочь есть. А у меня 55 хп. Почему у меня кстати 55 хп мне не совсем понятно. Так, братан, давай, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ где-то отступать не так далеко можно. Там у меня машина и стена. О, успел его убить до того, как он это... А чё мне, кстати... А, деньги мне не вернули, да? Да это, кстати, не очень хорошо. Я не думаю, что стоит прям зачищать всех зомбаков, но... Подождите, он уперся в какую-то невидимую стену. Но, блин, этого чувака придётся убить, потому что он меня уже заметил, уже идёт на меня. Но у меня не так много патронов, то есть я ещё могу примерно два зомби убить, два с половиной. Ядро после взрыва вытеснило очень много энергии, бункер у нас стал конец. А нам нужно будет внутрь идти или как-то по боковой части? Ну, смотрите, тут опять же появились патроны. А зачем мне ветки, если... У меня нету даже места под ветки. Но есть хранилище, в которое я могу выложить, допустим, ту же отвертку и пойти взять веток себе. Блин. Не хочу, у меня сейчас проблемы с патронами, не хочу тратить... Ну, вы поняли. Ну, ветки я на всякий случай соберу, мало ли пригодятся. Вот этот рост, кстати, по-моему, нельзя убить как-то, не получив урона. Ну, можно, наверное. Я как-то его убивал один раз ломиком, чтобы не получить урона. Но, по большей части, я все-таки... Он меня дамажил. Мне постараться найти еще! Господи Иисусе, откуда ты здесь взялся? Да беги ты, господи, тормоз! А че он такой жирный? Откуда он вообще появился? Типа сто лет ходил, его не было, и тут он вдруг решил появиться. Это ж не тот же самый медведь, который встал. Так, секундочку. Да ты че такой жирный-то? Вот этот медведь, короче, был жирнее, чем вот этот. И откуда вообще он взялся, я не могу понять. Самое обидное, что здесь нигде я не вижу никаких ящиков. А мне бы хотелось как-то залутаться, я не знаю, типа того. Возможно, ящики есть где-то среди тех зомби. Но, видите, здесь невидимая стена, он пройдет, по сути, по тому месту, где я не могу пройти. Я надеюсь, он меня не заметил. Потому что тратить на него еще патроны я не хочу. У меня буквально осталось там на пару зомби патронов. На дробовик вообще один патрон. На пистолет. Хотя не, на пистолет еще более-менее. Но это единственный плюс. Наверное, это сволочь отсюда вышла, как мне кажется. Вряд ли он мог выйти откуда-то еще. У нас есть, кстати, отвертка. Так, я выложу палки, они мне сейчас особо не нужны. Возьму отверточку. Мне, кстати, показалось, или я сзади что-то видел? Да, и правда, я видел патроны для дроби. Интересно, сколько вообще будет длиться этот эпизод? Будет он коротким совсем или нет? Сейчас я на всякий случай перезаряжу дробь. Так, я бы хотел взять пеколь. А, да. Чуть-чуть было не забыл. Надо открыть и посмотреть, что здесь. Да ладно, ничего нету. А зачем тогда эта штука здесь? Нужно дойти до Атласа и снять жесткий диск. Программе могут быть данные важные по заслону. Это о чем он говорит? Как у Ватласа? О, еще патроны. Мне, кстати, показалось, или это были патроны для дроби? Может быть и нет. Я надеюсь, здесь не будет никто сзади меня спавниться и пугать меня в этом плане. Электропитания здесь больше нет. Ну вот, кстати, есть жесткий диск. Надо взять на всякий случай дробовик. Что-то мне прям накидали патронов. Такое ощущение, будто будет какая-то жесткая заварушка в этом плане. Если что, я забрал картину. Кто? Где? А кто мог забрать? В живой? Офигеть. Так, ну мне надо жесткий диск достать. Эээ, тверточка. А, окей. Отвертку мы сломали, но мы получили, как я понимаю, жесткий диск. Так, я на всякий случай, наверное... Во-первых, надо... А, у меня уже экипированный дробовик. И куда мне сейчас идти? Типа наверх? Да вроде нет. Возможно, в центр надо будет идти. Может быть, здесь будет какой-то дополнительный босс или типа того. У меня не очень много здоровья, но я не могу носить с собой много вещей, поэтому... Ты задолбал уже. Меня пугать. Ясно, понятно. Нам сейчас кранты настанет, походу. А как мне тебя убить? Ты урона не получаешь, братан. Типа у меня просто на тебя патронов, скорее всего, не хватит. На самом деле, не вижу смысла особо тратить на него дробь. Эээ, он очень жирный, я его не убью нифига. Он меня просто сейчас оттеснит до конца и не успею его добить. Даже если бы у меня хватало патронов. Да что с тобой не так, блин? Как тебя убивать-то? Я чувствую, зря я на него патроны трачу. Это что за атака такая? Первый раз ее вижу. Еще и спамит главное. Засранец такой. Я могу его просто обижать и уйти, но я не знаю, типа, в плане... Нужно ли мне его убивать или нет? Вот в чем вопрос. Потому что если нужно, то... У нас есть некоторые трудности в этом плане. Я могу использовать, в принципе... Я могу свалить, типа, нафиг от него вообще ничего, не разбираясь с ним. Если, конечно, мне нужно именно уехать на машине. А, ну да, мне нужно его убить в любом случае. То есть, как я ни крути, для этого мне, видимо, и насыпали кучу патронов, чтобы я убил этого застранца. Он очень медленный, да? Как мы видим. Если он сейчас начнет стрелять, он же меня убьет нафиг. Так, я возьму дробовик. Так, у меня три патрона осталось и... Четыре патрона на пистолет. Блин, идеально. Я могу, конечно, в магазине купить 10 патронов для дробовика или 20 патронов для пистолета. Но, как бы, такое себе. Почему он настолько жирный? Вы видели, сколько я на него патронов израсходовал? Так, сюда он не идет. Видимо, мне просто надо валить... Домой. Но патрона вообще нет. То есть, что придется ломиком всех долбить? И это учитывая, что я вон того зомби еще не убил. Ладно, давайте возвращаться. Надеюсь, нас снаружи никто не поджидает. За рулем я провел еще несколько часов. В заправке вернулся уже ближе к вечеру. О, поедем. Что-то мне подсказывает, что эта история действительно будет не очень длинной. То есть, возможно, мы сейчас приедем, и на этом все. То есть, грубо говоря, мы убили вот мини-босса, там сейчас мини-дорога. Потом, может быть, еще на локации, на которую мы вернемся, будет пара каких-то моментов, а потом история закончится. И, возможно, сегодня серия у нас будет маленькой. Что-то, подождите. Автобус всегда был таким неповоротливым. Такое ощущение, будто сейчас он неповоротливее, чем обычно. Он прям чувствуется, как будто он такой тяжелый такой. Нифига себе здесь бочек. Это новая усложненная мини-игра, что ли? Алло. Кто эти бочки вообще на дороге раскидывает и каждый раз, блин, заново? А прикиньте, здесь были бы еще монстры какие-нибудь. Ну, вроде нормально. Блин, если я встречу реально на заправке зомби, я даже не знаю, как я буду с ними бороться. Придется искать какие-то ящики или типа того, чтобы... Надеюсь, сейчас никакой там асфальт не промнется, не провалюсь в ад к монстрам или типа того, потому что у меня нету патронов. Гребаная реклама. Покинув окрестности бункера, вернулся на заправку, чтобы пробовать изучить жесткий диск, извлеченный из компьютера охраной. Хоть надежды немного, но нужно попытаться вытащить из него максимум информации. Не зря же я проводил столько времени за изучением компьютеров и программирования. Ну да, то, что электричество вырубилось, в этом нету ничего хорошего на самом-то деле. Это значит, что где-то еще остались засранцы. Проблема в том, что у меня патронов нет. На того жирного челика ушло очень много боеприпасов. Надо вообще посмотреть, есть тут кто-то или нет. В принципе, обычных зомби можно убить через ломик. Обычных, вот которые просто медленно ходят. Типа, это не совсем безопасно, то есть, они могут тебя убить, но и ты можешь их убить через ломик. Типа, в этом нету ничего невозможного. Плюс, я могу, если что, за золото докупить недостающие патроны. Возможно, где-то неподалеку от заправки есть ящики, просто я не знаю где. Блин, так шумишь ты меня, напугал, чё? Кстати, эта бочка, она взрывается? Надо проверить. Нет, она не взрывается. То есть, если сюда придет какой-то большой дядя, мне его по-быстрому будет не завалить. Не, я не вижу, короче, ящиков поблизости. Я пытался найти какой-нибудь ящик с патронами или тип того, чтобы не пользоваться этим, но вы поняли. Так, я на всякий случай буду заходить внутрь с ломиком, потому что там может кто-то быть. Может, где-то здесь какие-то, я не знаю, патроны хотя бы есть? Хм, но вроде бы нет. Это мы с вами уже все читали. Дневник и записка Максима. Ладно, у нас, в принципе, выбора другого нету, кроме как компьютером воспользоваться. Давай-ка посмотрим, что тут. Компьютер-система безопасности, доступ запрещен. Мне удалось открыть доступ лишь некоторым файлам, уже хорошо. Так, давайте про Смирнову почитаем. Завтра ближе к вечеру будет доставлен новая партия объема материалов. Сообщите смене, чтобы были готовы. Поставка будет вне графика. Ее можно будет направить на погрузчик и сразу во второй ярус. Делать нужно максимально быстро, так материал крайне агрессивный и есть опасения насчет контейнеров. Чтобы не было учечек. А, кстати, я вот подумал, а вот на этом... В этом задании, если играть на смертельном уровне сложности, там же по-любому патронов не хватит на этого жирного челика. Как это проходить на максимальном уровне сложности? Тут даже револьвера не дается, в отличие от оригинальной истории. Странная тема, ну ладно. Далее. Принято. Документы готовить или будут с грузом? Документы будут с грузом. Там, если есть недовольные какие, сразу на контроль в главный центр. Мы вроде всех предупредили, но мало ли. Принято. Смену проинструктируем. Что-то еще будет? Господи, как меня бесит, вот когда люди общаются... с такими паузами. То есть чувак отвечает спустя 15 минут просто, а до этого через 5 минут отвечает. Как они так это... не забывают друг о друге? Хе-хе. Нет, это все. Но вот этот раз он быстро ответил. Система защиты. Что случилось? Почему эфир переключили на весь комплекс? Утечка у нас. Что? Где? Утечка в комплексе. Автоматика изолировала всю систему. Это какие-то учения? Саботаж? Неизвестно. Просто все отключилось. Компьютер сообщил только об утечке. Пока непонятно, почему связи нет. Это Атлас? Это компьютер с ним разговаривает? Или это кодовое имя для какого-то сотрудника? Ясно. Высылаем группу. Да, будет здорово. Военные наверняка уже тоже в курсе. От них висит запрос какой-то. Разберемся. Делайте свою работу согласно инструкциям. Принято. Еще, если вдруг появится связь с комплексом, соединяйтесь сразу с нами. Принято. Странно, что нет связи. Проводная тоже не работает. В полной изоляции идут только системные сообщения о сбоях. Ясно. Второй ярус. Ренат, мы груз приняли. Все почти окей. Без проблем прошло. В каком состоянии контейнера? Народу много было. Почему почти? Да не, народу совсем немного. Отправили погрузчик на второй, как и говорили. Там при установке контейнера какая-то байда случилась. То ли крепление сломано, то ли еще что. Короче, заперли весь ярус. На спешном порядке выперли. Вертушку прислали в головный комплекс. Думаю, к утру разберутся. К нам претензии не. Ну ладно, завтра утром приеду. Проверю все дальше по расписанию. Ага, доп инструкции не было. Все в норме. Ну, здесь ничего обычного. Ничего необычного, точнее наоборот. Открытие файла сигнал бедствия Светлана Маркова. Внимание всем! Говорит Маркова Светлана. Запрашиваем любую возможную помощь. Мы находимся в подземно-славительском комплексе. Наш адрес под Порожский район, Ленинградская область, Россия, Вознесенская городское поселение. Указатель, ведущий комплексу, расположен... Это то самое сообщение. Отправился на зов о помощи, ведущий в прошлое. А, комплекс изолирован. Нам очень нужна помощь. У нас нет оружия, припасов все меньше. Пожалуйста, помогите. Приказы. Всем защитным модулям Атлас. То есть это все-таки компьютер Атлас. Внимание, активиров... Или это какая-то организация. Активирована система автозачистки комплекса. Очистки. Все пропускные мероприятия приказывают остановить сотрудникам. Запрещено покидать территорию комплекса. Охранные боты, направленные на все части комплекса. Для координации эвакуации сотрудников. Ошибка чтения. Эмм, и че? Ну, я все прочитал. Только не говорите, что я сейчас... Кхм-кхм-кхм. Кхм-кхм-кхм. Блин, че мне с горлом? Кхм-кхм. Так, у меня где-то был малиновый чай. Сейчас я секундочку попью. Ага, то есть нам, видимо, куда-то сейчас надо будет идти. Как я успел краем глаза увидеть в конце сообщения. Мне стал не по себе от материалов на диске. Бункер у нас стал конец. И я и Максим двигались в одно и то же сообщение о помощи. Мне не удалось исследовать территорию бункера повторно из-за взрыва с обвалом. Нужно было сразу изучить тело лежащего входа. Теперь мне остается лишь гадать, погиб Максим или нет. Что ж, пора домой. Мне нужен план действий. Нужно отыскать следовательский комплекс заслон. Вряд ли он будет отмечен на картах. Ну давай, выползайте. Сто процентов должны быть какие-то твари здесь. Нет, смотрите-ка, никого нету. Ну ладно, тогда вернемся в свое убежище. Может быть там у нас... Будет это. А, все? Это все? Так быстро? Поздравляю с спешным прохождением. Конец первого эпизода. Действие эпизода разворачивает спустя одну ночь после окончания третьей главы. Андрей, вернувшись домой, не может отделаться от мысли, что в всем этом что-то не так. И решает отправиться обратно к бункеру, изучить труп у входа, чтобы понять, тот ли это Максим или нет. По пути он читает дневник, пытается поставить голове все события, все идет по плану, однако, приехав к бункеру, не обнаруживая, что там случился еще один взрыв, повлекший обвал всего комплекса. Теперь попасть на территорию нельзя. После изучения жесткого диска из компьютера охраны, он разбирает данные на нем. Получив некоторые средства о заражении, изучив все данные, Андрей возвращается домой. От автора. Я был бы вам очень благо... Да-да-да, я понял. По-моему, это все. Да, здесь за денежки. Кстати, прикольно, что можно броню купить, типа... Новая какая-то шмотка, недоступная за бесплатную валюту, никогда не видел броню. Но, в принципе, да, мы прошли с вами игру полностью, и дополнительный эпизод присутствия, и основной сюжет. Кстати, хотел бы кое-что заметить. Хотел бы заметить, что мы за всю игру с вами ни разу не воспользовались магазином. У меня есть тысяча голды, но, в принципе, мне ее просто не на что тратить. Еще обидно, что нам не дали воспользоваться револьвером. Мы за всю игру с вами ни разу не использовали револьвер. Что, на самом деле, достаточно странно. Потому что мы его собрали только под самый конец, когда уже не было никакой возможности. Ну и основную сюжетку мы тоже с вами полностью прошли. И будем ждать теперь только Бункер 22. Надо будет, кстати, посмотреть в Google Play Market, есть ли вообще Бункер 22. Может, он уже вышел, просто я об этом не знаю. Потому что сама игра вышла где-то полгода назад, может быть, и вторая часть уже вышла. Но я сомневаюсь, вряд ли все произойдет так быстро. Теперь у нас осталось пройти игру на смертельном уровне сложности, уже с револьвером, который должен нам даваться в начале игры. Надо будет, кстати, это проверить, на самом деле. Потому что вот основную игру мы с вами прошли. Если вот так вот посмотреть, можно ли как-то заменить сохранение? Да, смотрите-ка. То есть, если мы сейчас начнем новую игру и выберем, допустим, уровень сложности смертельный, да? Секунду. Блин, эта долбанная реклама задолбала. Она теперь высвечивается при каждом этом, ну вы поняли. Теперь смотрите, видите, у нас есть револьвер. Он ваншотает практически боссов, но не ваншотает, но он очень много им урона наносит. Поэтому с этим револьвером уже будет попроще. Проблема лишь в том, что, скорее всего, вот эти 25 патронов, которые нам даются в начале, так сказать, игры, они будут, скорее всего, единственными. То есть, нам больше не будут давать патронов на револьвер за всю игру. Хотя, может быть, после того, как мы его разблокировали, теперь сюжетки будут находиться, тайники с этими патронами. Плюс их можно будет покупать, скорее всего, здесь за монеты. Но это не точно, опять же. Если эта возможность и откроется, она откроется в будущем. Так или иначе, пока с игрой закончу, сделаю перерыв некоторое время от нее. И когда уже я отдохну более-менее от этой игрушки, то есть... И в большинстве своем еще и забуду о том, что тут, в принципе, происходило, и у меня будет желание пройти ее повторно второй раз, я уже попытаюсь пройти ее на максимальном уровне сложности, где тебя все будет ваншотать, и будут боссы дикие особенно. Но у нас есть теперь револьвер. Поэтому с револьвером мы будем... У нас есть шанс на прохождение смертельного режима. В общем-то, как-то так. А, кстати, тут, по-моему, два ломика было, разве нет? Или второй ломик, он появится позже по сюжету. Давайте просто ради прикола чисто постреляю. Ну, как постреляю? Один раз выстрелю, вот просто так выстрелю и все. Ну, в общем-то, как-то так. Сейчас я не буду начинать прохождение, потому что... Ну, я только что это проходил... Ну, в ближайшие дни я все проходил, поэтому сейчас мне заново то же самое проходить уже не очень интересно. Хочу отдохнуть немного от игры, а потом уже с новыми силами, возможно, пройду его на как раз-таки смертельном уровне сложности. А, пока что на этом все. Бункер 21 полностью пройден. Дополнительный эпизод у нас пройден. Вот, собственно, основное сохранение, видите, пройдено. Новая эпизода не открылась. Здесь, видите, финал стандарт, мы тоже все прошли. А, как бы, и вроде бы все. На этом, как бы, игра пройдена. Сколько раз я это уже повторил. В общем-то, на этом буду заканчивать. Сегодня получилась очень такая коротенькая серия, но оно и понятно. Потому что оставался всего лишь маленький эпизод. Я думал, конечно, что он будет чуть подлиннее, но он оказался все-таки, по моим опасениям, достаточно коротким. Но снять его все равно было прикольно. Заодно мы убили этого гигантского монстра, который, в принципе, и был основной проблемой в игре. Вот я только не понимаю. Если тебе не дают револьвера, то как в дополнительный эпизод пройти на сложности смертельной? Тебе там просто не хватит патронов на этого челика, чтобы убить его. Его надо как-то будет ломиком убивать, я не знаю. Но он же от ломика тебя просто изнасилует в ближнем бою. Он там ваншотает, тем более на смертельном уровне сложности. Так или иначе, это мы потом выясним уже в будущем. А на этом буду заканчивать. Вам огромное спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Ник. Удачи, до скорых встреч. Мы еще обязательно увидимся. А на этом пока что все и пока-пока.